Менду Талан Золотнер Здравствуйте, жители Республики Калмыкия Люди, которые неравнодушны к событиям, которые происходят в республике Меня зовут Тарни Харцкаев Я уже неоднократно высказывался о событиях происходящих в республике О Трапезникове, о Хасиковой И сейчас еще раз хочу поднять тему несостоятельности, некомпетентности Хасиковой Несоответствия его занимаемой им должности Это человек, который не способен управлять людьми, управлять регионом Человек, который не способен взять ответственность в критический момент, в кризисные ситуации, которые происходят в Калмыкии И поэтому он должен уйти с места, либо его должны уйти, принять решение И народ Калмыкии должен, обязан сейчас, в очередной раз, или даже еще сильнее, показать то, что Хасиков ведет нас И уже привел, и дальше будет усугублять катастрофическое положение, которое у нас сейчас сложилось в республике Начиная с прошлого года, уже с сентября, уже было все понятно Когда он назначил Трапезникова, потом назначил Орлова Потом, в 2020 году он уже показал свою несостоятельность, неспособность работать в суперстрессовых ситуациях, таких как коронавирус Он не способен организовать должное лечение, должную диагностику населения Не способен добиться того, чтобы население выполняло предписания, которые нужно соблюдать для того, чтобы рост числа заболевших не увеличивался Для того, чтобы люди больные, или у которых есть другие болезни, чтобы они тоже соблюдали осторожность И чтобы их дети, и внуки, и прочие люди, которые с ними контактируют, они также были осторожны Этого всего не было сделано То есть это было максимум сделано в форме поста какого-то Вот так нужно сделать, но это не должно так делаться Это нужно, это должно совершаться по-другому, более эффективно, а не так, как это было сделано Если говорить про другие проблемы, критические проблемы, которые у нас есть, это сельхозхозяйство Это засуха, это отсутствие дождей, которые привели к отсутствию кормов Это падеж скота, который уже сейчас усугубляется и будет еще хуже И, соответственно, это, скорее всего, приведет к тому, что республика будет называться аграрной Только, наверное, в учебниках истории и все То есть вот эти все ключевые, по сути, провалы Хасикова Говорят о том, что он должен уйти в отставку То, что мы должны добиваться того, чтобы он ушел Чтобы его уволили в связи с его некомпетентностью Или, как он, например, недавно с такой формировкой уволил своего министра Существует тратой доверия народа Калмыкии И депутаты сейчас должны, они обязаны Депутаты народного права Они обязаны сейчас действовать и вынести ему свое недоверие Потому что это будет трансляцией голоса всего населения Калмыкии Или хотя бы большей части населения Не той, которая прикормлена там, да, и не той, которая там устроена по блату Кстати, то, против чего он также обещал, что будет бороться А на самом деле мы увидели другое Только Москва и блат процветает на нем То есть, если подытожить Сельское хозяйство – провал Здравоохранение – коронавирус – провал Инвестиции – провал Никаких инвесторов мы не увидели, кроме там обещанных трапезников Владельцев химчисток и прочих товарищей Или там мифических собственников ПВОшек Которые на самом деле никогда ничего не создали И не вели в никакую хозяйственную деятельность Сейчас, недавно на прошедшем экономическом форуме в Листье Он заключил какое-то то ли соглашение То ли там просто на уровне обещаний каких-то По там завозу или там закупке Саратовских гармошек, там, видимо, чуть не всеми, наверное, нашими учебными заведениями И музыкалками Каждая саратовская гармошка, которая там продается этой фирмой Она стоит 40-50 тысяч рублей То есть, это опять как бы говорит о том, что человек не совсем понимает вообще Какие инвестиции, какие соглашения нужно заключать С какими людьми нужно заключать соглашения Это все говорит о полном несоответствии, о полной некомпетенции главы И это, по сути, является серьезным-серьезным упущением людей Которые приняли решение его продвинуть Сейчас самое время убрать человека с этой должности И чтобы народ Калмыкии наконец-то зажил Просто хотя бы получил какие-то минимальные-минимальные условия Для того, чтобы жить в республике Для того, чтобы растить своих детей, внуков вместе на своей родине Поэтому мы все должны Все население Калмыкии должно объединиться против Хасикова И ясно и четко дать понять ему Ему и людям, которые принимают решение Что он должен уйти Что не соответствует И что такие просчеты не должны повторяться в будущем Мен это улан залатныр Жили хуоран, манатангшты, шины толға чейрыф Аштын тадын изжанар Экономикам изинджедоруны дамуы Дахиоуна Ени желдэ золнар Икыл кидык айыл болуа Харзуд Силена бяды полусы Евранин бясын малан холдат Игат ими айылы зжанна Но орсақар кереке беда неприховодитарына Айыл ғамсарын елкші Корона теттен бедік Теттен халвергедік Геме басы Бақыршақшы Джил өдір болуығын мадын өзжанна Этін дауын шақы күн Гента Дауын бұрғын күн Ода Насын хақсы Эңі қалқаршығын манатылға ғачы Евранин тұсан Тұсымжан күркісінуға Дегәт Эңі Намырар Сұңғыр болуа муниципалитетін Сұңғыр Ашын басы мұл Таудан ұқарта таудан шыны Чеденуд әңі Сұңғырты Часынуға Эңігі Сұңғырасы Сұлтат Күркісінуға Тұсымғыр Тұсымғыр Түгінді қалқарта Мұл қалқарта Еңігі қалқарта Сұлтат Сұғырты Сұлтат которая складывается в Калмыкии, и, к сожалению, я вынуждена жить в другом регионе, зарабатывать на деньги, потому что это сейчас невозможно. Мне кажется, первое, что в обществе сейчас созрел запрос на справедливость. Очень долгие годы нами правили люди, интересы которых расходились с интересами народа. Хочется прозрачных выборов, хочется честных сводок по коронавирусу. Хочется, чтобы фермеры Калмыкии сейчас, именно сейчас получили деньги на закупку сена, а не как когда-нибудь к Новому году, когда уже весь код прирежем. Хочется, чтобы люди жили лучше. Поэтому, если вы считаете так же, я хочу, чтобы вы выходили и высказывали свое мнение. Нельзя молчать. Если мы будем молчать, о нашей позиции никто не узнает. У меня все. Меня зовут Монахос. Я Цебекова Сара. Я астраханская калмычка. И как все калмыкии, которые не проживали в Калмыкии, моя душа всегда стремилась узнать все больше о своей нации. Всегда переживала. И каждое событие отдавалось болью или радостью о моей душе. Сейчас, имея интернет, имея друзей, которые меня сюда пригласили, моя душа разрывается от того, что происходит в Калмыкии. Вчера в одном из телеграм-каналов я увидела список депутатов. Увидела там две фамилии, которые мне знакомы, которые меня тоже знают хорошо. И я хочу обратиться ко всем депутатам и к этим двум депутатам. Вы позиционировали себя как людей с активной жизненной позицией. Сейчас вы стали депутатами. Это была ваша конечная цель. Потому что я вообще интересуюсь, я не слышала о том, чтобы вы сделали что-то хорошее, что-то сказали, как-то продвинули. Сейчас в Калмыкии происходят вещи, которые недопустимы. И я призываю вас вернуться к той жизненной позиции, которую вы позиционировали, из-за которых вас выбрали люди. И ко всем депутатам я обращаюсь. Вернитесь к своей активной жизненной позиции, которая нужна для Калмыкии сейчас. Вы депутаты Калмыкии, вы наши депутаты. И вы должны выполнять все самое лучшее для Калмыкии делать. Все, спасибо. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова. Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором.